Всем доброго времени суток, с вами Артём, это третья серия прохождения последней воли Шерлока Холмса. И у нас, собственно говоря, сейчас стоит три пути, по которым мы можем отправиться, проанализировав те улики, которые мы нашли. Это, собственно говоря, у Ачепелл-стрит, там мы должны найти больницу при кладбище, потому что след ведёт либо к работникам на кладбище, либо мы нашли скальпель, который принадлежит одной из больниц. Дальше у нас есть Кенсингтон, где живёт племянник епископа убитого, накануне племянник был у епископа, у них ещё произошёл какая-то ссора, какой-то разлад. И, собственно говоря, у нас есть тюрьма Уэльсгейт, где сидит химик, который занимался ядами, а мы нашли очень сильный психотропный яд, напомню я вам. Давайте мы с вами начнём с Ачепелл-стрит, потому что именно те убийцы, которых следы и прочие мы нашли, следовик ведёт сюда. Потом мы с вами совершим путешествие в тюрьму к химику, и уже самый последний мы навестим племянникам. Итак, в Ачепелл-стрит. Интересно, доктор Уотсон поедет со мной, и Шерлок Холмс один решит посетить сие место. Итак, собственно говоря, вы здесь должны найти больницу или кладбище, которое, собственно говоря, находится рядом с этой больницей. Уот Чепелл, знаменитый райончик, где совершал свои кровавые убийства, знаменитый Джек-Потрошитель, и до сих пор некоторые современные исследователи пытаются раскрыть это дело, потому что это дело является нераскрытым, до сих пор имя убийцы не названо, и даже, я ещё раз говорю, современные детективы пытаются это дело разгадать. Вот, бедный район, здесь живут бедняки лондонские, те, кто потерял работу, те, кто потерял жильё, как, собственно говоря, здесь поживают. Я вижу большую церковь, и, скорее всего, рядом с этой церковью есть кладбище, а значит, рядом должна быть где-то поликлиник. Ну вот, бесплатная лечебница, которую мы ищем. Ну вот, собственно говоря, пойдёмте. Перейду я вот к этому виду, потому что так лучше, так легче. Лечебница. Так, нам нужны либо тот, кто... Я не ел три дня. Подайте что-нибудь, Бога ради. Не-не-не, если там Уатсона попросите. Он может что-нибудь подаст, я ничего подавать не буду. Нам нужен либо работник, либо кто-то, связанный с этой лечебницей, потому что мы нашли скальпель, указывающий на неё. Но с нами тут что-то никто не хочет говорить, пойдёмте внутрь. Сейчас мы всё выясним. Опа, доктор. Мне по душе местная грязь и ампутация гангренозных конечностей. А-а-а. Шучу, Ватсон. Я не смог уехать в Вашингтон. Мне пришлось бросить хирургию. Вместо этого я торчу в этой крысиной норе, помогая сирым и убогим миру сего. А, Грант, врачевать нуждающихся – дело благородное. Не надо это недооценивать. Да как сказать. Сперва я гордился, что служу благой цели, но со временем этот проклятый район начинает казаться адом. Думаю, что хуже уже некуда, а на завтра понимаешь, что ошибся. Теперь тут начался голод. Если ты врач, со многим приходится считаться. Грант, познакомьтесь, мистер Шерлок Холмс. Очень приятно. Что ж, просто так сюда никто не заходит. Стало быть, вам нужно что-то конкретное. Чем я могу вам помочь? А мы скальпель нашли, указывающий на Вашу поликлинику. Доктор Грант, вот этот скальпель был найден в совершенно неожиданном месте. У нас есть основания полагать, что он Ваш. Да, он из этой лечебницы. Вот клеймо. Сами понимаете, у нас много чего пропадает. Жизнь в Уайт-Чапеле тяжелая. Если есть чем поживиться, мало кто устоит. Спасибо, доктор. А, и все. Ну, в принципе, он подтвердил. Может, еще увидимся. Берегите себя. Берегим. Он подтвердил, что скальпель из этой больницы, и то, что это скальпель тащили. И почти не топится. Значит, нам надо найти кладбище. Ох, моему коллеге следовало бы позаботиться об отоплении. Да, Ватсон, ладно тебе, это должны заниматься уж не явно доктор. Доктор должен лечить, выписывать лекарства, я там не знаю, разбираться в диагнозе. Что, печку вон топить? Это должны рабочие делать, кстати, рабочие. Скальпель подтвердился. Скальпель утащили. Значит, идем на кладбище. Кладбище по-любому рядом с церковью. И там мы должны найти работников, которые работают на этом кладбище. Они как-то замешаны в этом деле, дедушка. Я не ел три дня. Подайте что-нибудь, Бога ради. И это к Уатсону. Я ничего не подаю. Так, идем на кладбище. Опа, цветочница. Она по-любому что-то знает. Сударь, купите мои цветы. Почтите усопших. Так, а что это за значок у меня появился? О, да тут награды всякие есть. Зачок. У вас есть задатка порожденного тунеядца. Первоклассный химик. Это был бисульфат бария. Купай на путь дедукции. Сумный человек знает, что всякое мелочи имеет свое значение. Вы заполнили первую детективную таблицу. Движатник. Из вас вышел бы превосходить. А, я так понимаю, элементарно. Вы это сказали саманское ожерелье. Видимо, выполняя отчеты, можно получать всякие наградки. Так, ладно, вот оно, кладбище. Это кладбище просто олицетворение Уайт Чеппелла. Жуткое, запущенное. Последнее пристанище, бедолаг, без гроша. По крайней мере, от мух голода они избавлены. Так, что мы здесь, собственно говоря, должны найти? Мы должны найти работников. Расспросить их. Так, я уже вижу. Я никого здесь, во-первых, не вижу. Но я вижу строение, которое напоминает... Я вижу лопату. Эта лопата принадлежит рабочим складбищам. Бумажку. Раздача супа 19 сентября. Милостью принца Вудвела в районе Уайт Чеппелл состоится очередная раздача супа. Этот талон предназначен для получения миски супа 19 сентября в любой точке раздачи. Курц, не забудь забрать инструмент из кладбища. И на этот раз не опаздывай. Виноградный Джо. Начится, есть какой-то Курц, есть какой-то виноградный Джо. Они должны получить суп 19 сентября. Это талон кухни для неимущих. Листок датируется послезавтрашним днём. Талоны на суп выдаются день в день. Значит, написать это мог лишь тот, кто работает на кухне. Угу. Угу. Так, кто-то связан с кухней. Надо расспросить тех, кто раздаёт суп. Хорошо. Так, я вижу... Не открывается. ...замок, который не открывается. Верёвка. Посмотрим, есть ли какая-нибудь взаимосвязь между предметами, которые анализировали на Бейкер-стрит и этим кладбищем. А, сравнить улики, найденные на месте преступления, с уликами, найденные на кладбище. А, смотри-ка, у нас... Мы нашли верёвку, которая была истёрта. Эта верёвка истёрта только с одной стороны. Так, а эта? Тоже, смотри, вот здесь. Эта верёвка истёрта только с одной стороны. Верёвка, которую связали епископа Найтсбриджского, взята с этого кладбища. Она истёрта только с одной стороны. Потому что её используют для опускания гробов в могилы. Вон оно чего! То есть верёвка сошлась. Подожди, скальпель сошёлся, верёвка сошлась. Что мы там ещё анализировали? А, гранит, по-моему, был. Я не помню, что ещё. Так, ну-ка. А, вон там ещё какой-то домик. Пойдём туда, Ватсон. Опа, чё это? Посмотрим, есть ли какая-нибудь взаимосвязь между предметами, которые анализируют... Ага, теперь земля. Чёрная влажная земля. Так, вот здесь точно такая же, смотри. Свежевскопанная земля. Ещё влажная. Эта сырая почва имеет тот же состав, что и грязь, обнаруженная нами в доме епископа. Значит, это могильная земля. Чудненько. Скальпий, верёвка, земля. Осталось только гранитную плиту найти такую же. И тогда все улики будут указывать на это место. Это должно быть хибара могильщика. Судя по тому, в каком тут всё запустении, работает он нечасто. Ага. Чё всё закрыто? Где нам найти плиту, которая укажет, собственно говоря, на это место? Ну, если две улики из трёх сошлось, то это... Ну да, такой значок. Персонаж двигался быстрее, он сжимает. Мне не надо шифт, мне надо найти плиту. Плиту! Гранитную плиту. Там был гранит. А может быть не плиту, может быть забор. Ну-ка. Ещё могиль позабыли. Могиль мы всё исследовали. Но это по-любому это место, это быть не может. А вот. Посмотрим, есть ли какая-нибудь взаимосвязь между... Да есть, есть, смотри. Опа. Гранит. Опа. Это один и тот же гранит. Плюс чёрная краска. Чёрная краска. И здесь чёрная, видите, покрашена. Эти камни покрыты такой же чёрной краской. Этот чёрный камень идентичен осколкам, обнаруженным при анализе. Ииии, вывод. Такие же осколки были на подошвах убийц епископа. Всё сходится, Латсон. Крошки гранита в доме епископа действительно с надгробных камней этого кладбища. Как и верёвка, которой связали беднягу. На таких верёвках опускают гробы в могилы. Человек может долгое время находиться на кладбище лишь в двух случаях. Либо он лежит в могиле, либо их копает. По крайней мере, один из убийц епископа здесь работает. Какая жалость. Если бы он лежал в гробу, было бы куда проще. У Атсонса изволит шутить. Итак, мы доказали, что один из убийц, хотя бы один, может быть два, может быть несколько, может быть все, работают на этом кладбище. Но их нету, всё закрыто. И у нас есть... Ага, у нас есть зацепка. Собственно говоря, где она? Зацепка у нас, талон раздачи супа. Пойдёмте, Латсон, поговорим с теми, кто раздаёт суп. Они как-то связаны с этими работниками на кладбище. Есть какой-то курс, есть какой-то виноградный Джонни. Мы должны выяснить, кто это. Ичкин. Это не то. Суп, я так понимаю, это вот это вот, да? Передвижная кухня для бедных. Ну-ка. Эй, эй! Бесплатный суп после мессы! Прямо здесь! Приходите, отведайте и возблагодарите щадрого принца Будвила! На один талон, одна порция горячего супа с беконом! Прошу прощения, мой друг. Вы на нищих не похожи. Вообще-то мы не за супом пришли, просто мимо проходили. Но я рад, что у вас теперь есть благотворительная раздача. Ну, благотворитель-то у нас принц Будвилл, я только пмошки наполняю. Наконец, хоть кто-то позаботился о бедняках в этом богом забытом районе. Проглянитесь вокруг. На каждом углу кто-нибудь раздает бесплатный суп, совсем как я. Я здесь вырос, и точно вам говорю, впервые кто-то из людей благородных и богатых о нас подумал. И никто не пытается урвать лишнего? Нет, мистер, это никак невозможно. Нужно обменять талон на порцию. А на талонах день указан, и раздаются они после мессы. Никакого обмана быть не может. Угу, так. А виноградный Джо о чем-нибудь тебе говорит? Миска супа с беконом, это не для вас, джентльмены. Мы ищем некого курца и виноградного Джо. Знаете таких? Вы что, не видите? Я на раздаче. И чего? Всего хорошего. До свидания, мистер. И что ты на раздаче? Передвижная кухня для бедных. А почему он нам, подожди, он еще сказал то, что типа, он тут не один раздает. Может быть есть еще те, кто раздает такой же суп? Давайте побегаем по райончику. Вот так вот. Скорее всего здесь есть, он сказал, еще в других углах тоже раздают супы. Давайте найдем еще одного такого же. Скорее всего. Никого я здесь не вижу. Пацан, давай побыстрее. Так, а что за полиция? Что здесь перекрыто? Простите, но рынок закрыт за отсутствием товаров. Ага. Так, ну что-то я не видел. Так, это куда очередь? Это нет. Нет. А, подожди, это как она? Булочная, может быть там? Нет? Так, ты че? Это последняя хлебная лавка в округе. Так, а хлеба-то нет, да? Это что за мадамы? Может быть вы? Неужели нам придется это сделать, Холмс? Вы уверены? Чего? Типа бордель, нам туда не надо. Так, нам нужно найти еще того. Ничего интересного. Дальше он не идет. Но там походу... А, нет, просто. Так, ну он тут походу один. Сюда, может ли, я такого больше не видел. Может ему сломать его печку? Ну здесь один. И как он... Опа, че это? Человек с кухни для неимущих работал там не по доброте душевной. Взгляните. Игра на деньги. А, так ты, получается, не бесплатно, а за деньги, что ли, даешь суп? Я че-то не понял. Что там делается? Оставьте же меня в покое. Не видите, я занят. А, игра на деньги. Ты смотри. Опять вы? Не будет вам супа. Слишком вы богаты. Это для нищих, не для богачей. А что вы скажете насчет идеи облегчить кошельки двух богачей, сыграв с ними в кости? Ха-ха, это я завсегда. Что ставите? Ваше кольцо против серебряных часов моего друга. Холмс, эти часы достались мне от брата. Они мне дороги, как память. Ватсон, покажите нашему другу часы. А нахера нам его кольцо? Располагайтесь, господа. Итак, мистер побеждает тот, кто первым наберет 36 очков. Ага. Набери 36 очков, если выпадает череп, то все собранные на этом ходу очки сгорают, и ход переходит к противнику. Так, 36 очков. Если выпадает череп, то все собранные на этот ход очки сгорают. Ага. Ну-ка. Ты смотри. Череп. А, череп сразу, я понял. Все. Ни хера себе. То есть можно несколько раз бросать. Если выпадает череп, значит, все обнуляется. Один. Один мало. Надо его обогнать. Девять. Еще разок. Одиннадцать. Допустим. Просто чем больше я кидаю, тем больше шансов то, что выпадет череп. Ну вот ему череп вообще ни разу не выпадает. А мне с самого начала череп. Вот так, девятнадцать. Мне надо, знаешь, больше двадцати сделать. Да какого хрена череп-то сразу прям в лоб? Вообще нечестно. Не, играй легкая, если бы не череп. Ну вот сейчас выиграй. Ему вообще череп ни разу не выпал. Да вы чего? Смотри, выпадает череп и все. Вот что хочешь делать. А ему нет. Но не смог. Да я бы смог, если бы это не сраный череп. Какого хрена он мне выпадает? Так, сохраняем. Тут просто повезет, не везет. Чисто на везение игра. Повезет, не выпадет череп. Не будет везти, будет череп постоянно выпадать. Охраняем. Ну это я выиграл. Понятно. Ну это мне просто череп. А если бы мне череп выпал два раза, я бы проиграл уже. Вот видишь, ему чеет, раз ему не везет. Сколько мне надо? Семь очков. Запросто. Еще пятерочку. Еще двоечку. Еще. Сука череп. Дай мне семь очков, и я уйду. Что я выиграл? Прекрасно. Череп сраный. Да оставьте же меня в покое. Не видите, я занят. Победа. Что ж, победа. Эй, не так быстро. Сыграем еще. И не надейтесь. Вы проиграли. Давайте кольцо. Это кольцо досталось мне от папаши, когда он умер, подавившись своим стеклянным глазом. Мама не пережила этого, и сгоря расхроила себе голову деревянной ногой. А как раз перед этим она услыхала, что моя сестра, проститутка, подцепила ужасную болезнь, от которой у ней все волосы повылезли. Хуже того, наш бедный пес. Ну, раз это кольцо так много для вас значит, оставьте его себе. А взамен расскажите нам о виноградном Джо. Вот. Это ведь честная сделка, как вам кажется? Да. Джо работает с нами, раздает талоны, но его уже несколько дней не было видно. А где его обычно можно найти? Я видел его с приятелями из лечебницы. Ну, с теми, что работают в морге. А больше я ничего не знаю. Этого достаточно. Оставьте кольцо. Это же все-таки память о вашем бедном отце. Да, память об отце. Батушке, сестрице и собаке. Хм, морг. Это он тут нам, походу, наврал. Ах, да. Еще одна малость. Говорите, приятели Джо работают в морге. В каком? В морге при лечебнице. Та еще работенка, скажу я вам. Они обмывают трупы, одевают, причесывают, смывают кровь с пола, гоняются за крысами, тараканов давят. Скажу вам, как на духу, мистер. Уж лучше суп раздавать. А среди этих работников есть некий курс. Слушайте, на это мы уже не играли. Больше я ничего не скажу. Значит, в лечебнице есть собственный морг. Любопытно. Ну да, я же вам так и сказал. Все похоронные, бюро с ним работают. Сами подумайте. Он же совсем рядом с кладбищем. Спасибо вам, дружище. Всего хорошего. До свидания, мистер. Правильно, своих не выдаем. Что правильно? Значит, есть морг. А что же я его нигде не видел? Подожди. И доктор что-то мне ничего не сказал. Так я не понимаю, на клад... Получается, один работает на кладбище, один работает в морге. Чем могу помочь? Морг нам нужен. Скажите, доктор, в вашей лечебнице есть морг? Конечно. Самое посещаемое место в здании. Разрешите взглянуть. Дверь в дальнем конце найдете по запаху. Отлично. Окей. Прощайте, доктор. Может, еще увидимся. Мне этот доктор тоже не нравится. Должен был уехать в Вашингтон, а теперь работает в бедном районе. Обычно в бедные... Ватсон. Обычно в бедные районы посылали тех, кто еле-еле там кое-как заканчивал. Медицинское училище. А уж в Вашингтон-то должны послать хорошего были доктора-то. Что-то он либо сделал, либо он связался не с теми людьми, раз его послали в бедный район. Может быть, он закон как-то нарушил. Я за тобой слежу, доктор. Это там. Рыжий. Хрен. Пойдемте в морг. Смотрите, Холмс. Тут список недавно скончавшихся. Как печально. Хм. Я смотрю, у некоторых из них было кое-что общее. Так, чё, интересно. Так, список недавно умерших из Моргана кладбища. Сара Фюргенсен, 56 лет, истощение. Оливер Боксел, 14 лет, истощение. Дэви Леви, 45, смерть, истощение. Салли Петтикюр, 17 лет. Джон Гамильтон, 19 лет причины смерти, самоубийство с помощью яда. Похоронить рядом, собирались пожениться. Джеймс Барнаби, 32 года, смерть от 23 ножевых ран. И Гарри Копперфиль, 65 лет, смерть от истощения. Но у них общее только от истощения. Раз, два, три. Трое от истощения, одни совершили самоубийство. Прям как Ромео Джульетта с помощью яда. И 26 ножевых ранений. Истощение. Ну, нам же сказали, что голод начался. Хотя супы раздают. Не знаю, что прям так истощаться. И супы раздают. Теперь понятно, почему мой коллега помалкивает о своем морге. Тут черт знает что творится. Нормально тут. Сосредоточьтесь, Ватсон. Нужно разузнать про дружков виноградного Джо. Угу. Так. Находим все, что связано с тем, кто здесь работает. Керачок, ничего не вижу я. Афу. Опа, одежда. Курц. Это комбинезон Курца. Значит, он действительно работает в морге. Странно, что он оставил здесь свою одежду. Холмс, это же Курц. Мы нашли одного из убийц епископа Найтсбриджского. Мне нужно что-то еще. Так. Мне нужно... Это у нас есть ножик. Горячинный. Открываем. Мне нужно что-то еще. Мне нужно что-то еще. А что тебе нужно? Так, подожди, может скальпель? А, ножницы. Смотрите, в каком состоянии инструмент. Нормально все. Их никогда не чистили. И прям вот привык там в богатых больницах. А тут, дай бог, такие вообще есть. Так, ножницы. Открываем. Два ключа. Два ключа. Почему два? Прекрасно. Схема. Схема чего, не пойму пока. Так, где что еще? Здесь что-то все в крови. Ага. Небольшой металлический стержень. Небольшой металлический стержень. Так, подожди. Два ключа и стержень. Зачем? Почему? Так, это что у нас нарисовано? Это кладбище. Смотри, вот вход. Вот здесь стоит цветочница. Это хибара, где мы нашли записку. А здесь, где могильная плита. И крестик. Ключ! У нас есть ключ, Ватсон. Быстрее на кладбище. Биг, пак, мы здесь все исследуем. Подожди, подожди, подожди. Два ключа. А почему два ключа-то? Я понятен могу. Замок там один. А, еще от второй. Там же, там где... Короче, у нас есть от двух хижин. А, как его? Ты, может быть, что-нибудь нам скажешь про курс-то, нет? Может, ты как-то с ним связан? Чем могу помочь? Ничего. Прощайте, говорит. Может, еще увидимся. Обряд ли. Берегите себя. Хотя, может быть. Так, ладно, бежим. У нас есть ключи. Все, мы теперь можем открыть хижины. Хижина открыть. Хижина открыть. Бегом, Ватсон, бегом. На верном пути. Ты тут стоишь? Ну, стой, стой. Так, первый замок открываем. Насберем ключ. И открываем. А, тут два замка. Прекрасно. Так, а зачем же ты? А, подтолкнуть. Петроумный замочек. Вот, эта хибара есть на карте. Нужно обыскать ее самым тщательным образом. Ну и кавардак. Боеваться, тебе бы только придираться. О, топор. Внимание всех работников. Повалить дерево влюбленных, чтобы разместить еще одну могилу. Если голод в скором времени не кончится, нас ждет наплыв клиентов. П-лонг. А, п-лонг, видимо, ими всеми командой. Как вышло, что на кладбище не осталось свободного места? Ну, тебе же сказали, голод начался в районе. Супы стали раздавать, и это не помогает. Мы с вами только что, Ватсон, читали. Три человека умерло от истощения. Умирают не по возрасту, не из-за болезни, а из-за голода. Поэтому, естественно, кладбище будет переполнено. Ватсон, ну, включайте, Маник, свой развитый мозг. Так, опа. Не открывается. Нет, мы сейчас махаем. У нас есть топор. Мешки с гвоздями. Сколько их тут? Надо же. Мешки с гвоздями. Вижу большую трещину. Мне нужно что-нибудь тонкое. А, у нас есть. Дыру просверлили совсем недавно. В дыре лежит какой-то мешок. Посмотрим, что в нем. Ложки-вилки вижу. Записька. Я хотел сделать, что ты велел. Но оно не влезло. Поэтому я закрыл сундук и спрятал остальное у Ромео и Джульетты. Двух новичков. Дело пошло. А как мы узнаем, что это означает? Я понял. Это послание подтверждает, что мы на верном пути. Я понял. Помните, мы читали в морге. Умерло 17-19 лет мальчик с девочкой от яда. Я еще сказал, как Ромео и Джульетта. А значит, они похоронены где-то на этом кладбище. Ватсон. Ценные предметы. Ну, что-то... Откуда они тут взялись? Ну, воры это, воры воруют тут все подряд. В общем, Ватсон, нам надо найти кладбище умерших мальчика и девочку, недавно похороненных. 17-19 лет. Имена. Пойдем, пойдем. Я забыл их имена. Пойдем, Ватсон, еще раз. Сейчас прочитаем их имена для того, чтобы точно найти могилу. Все правильно. Ромео и Джульетта, привыкши недавно. Они недавно умерли. Все, все верно. И он в их могиле что-то спрятал. Докопал. А, подожди, мне не надо было ходить, у меня все с собой. Салли Петтикот и Джеймс Гамильтон. Убий с помощью этого похоронить рядом. Значит, они в одной могиле похоронены. Все окей. А, Ватсон, вперед. А, Ватсон, мы почти раскрыли это дело. Не, ну то, что убийцы епископа работают здесь, это уже 100% доказано. Надо осталось найти... Не показалось, там кто-то прошел. Нет. Так, вот это дерево надо было повалить. А вот и дерево. Что ж, осмотрим надписи. Джулия и Эдвин, Эва и Бен, Мара и Брайан, Салли и Джон. Так, а там их как, как их звали? Салли и Джон, смотри. Салли и Джон. Что ж, осмотрим надписи. Я этот символ уже видел. Видел я этот символ, я еще сказал, что это он какой выделяется. Смотри, вот их могилка, вот он этот символ. Да, должно быть где-то здесь. Салли и Джон. Копаем, Ватсон. Мне нужно что-то еще. Лопата, естественно. Пойдемте, Ватсон, я знаю где она. Мы почти прям... Прям разгадываем загадку за загадкой. Эта лопата принадлежит рабочим складбищам. Вот, с помощью этой... Меня пугает. Я ничего тебя не пугаю. Мы будем ломало копать могилу, Ватсон. Мы будем копать чертову могилу. Где похоронены двое самоубийц. Вот это могила. Ватсон, копайте. Хорошо, Холмс. Смотрите, металлический ящик. Че там? Кладовый замок? На нем довольно сложный замок. Это ящик из банка. Преступники унесли его с собой в ходе ограбления. Угу. Угу. А, только по два, да? Так, нам надо че? 7, 8, 2, 3, 5, 4, 6, 4. 7, 8, 2. Так, вот здесь у нас есть два. Угу. Здесь у нас есть 7. Здесь у нас есть 8. 7, 8, 2. Ну вот, 8, 2 я сделал. Так, вот это мы уберем пока. Блядь. По одной не ездить, только по два. Мне надо... Мне надо 7, 8, 2 соединить. А, ну вот. 7, 8, 2. А, потом... А, подожди, нет, неправильно. А, как мне 7-ку, подожди. Наверное, с конца надо начать. 4. 4, 6, 4. 4, 6, 4. Я четверку надо как-то из сообразить, не пойму как. А, ну так и по 2. Ага. Нет. Подожди. 4, 6, 4. 4, 6. Вот так. Нет, не так. А, нет, все правильно. Так, теперь отсюда я должен двойку забрать. Когда мне помешает семерка. А, на семерке я потом другим чем-нибудь заберу. Значит, вот так забираем, вот это убираем. Это, допустим, убираем. Это забираем, убираем. Сюда это поднимаем. Все, 4, 6, 4 мы сделали. Осталась пятерка, потом идет сюда. Вот она у нас здесь есть. Так, 5. Так, с конца идем. 4, 6, 4, 5, тройка. Тройка, двойка, восьмерка, семерка. А, они по одной-то не ездят. Подожди, а как тогда? Че-то я не понял. 7, 8, 2. Но здесь есть 7. Допустим, я беру 7. Так, это пока все уходит, чтобы это не мешалось мне. Блин. И раньше она не уходит. Они по одной не ездят, они только по две. Ну, допустим, семерку я сюда отправил. И надо восьмерку забрать. Восьмерку мне надо забрать так, чтобы она была левая. Вот так вот. Вот. Там перетаскиваем семерку. Восьмерку. Семь, восемь. Теперь двойку надо забрать. Вот это отсюда убрать. Вот это тоже сюда все передвинуть. Что мне надо? Двойку мне надо туда, да? Вот она. А как? Ага. Все, это вниз. Так. Так, так, так. Так, так. Хорошо. Дальше. 7, 8, 2, 3, 5. Сначала надо убрать шестерку. Так. И тройку мне туда. А как я теперь пятерку уберу? 7, 8, 2. Тройка мне туда нужна. Так, допустим. Оп, 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 оп. 7, 8, 2, 3, 5. То есть мы должны убрать четверку. Вот. Все, я выполнил. Блять. Не выполнил. 5, 4, 6, 4 осталось. Если я вот это. Нет, нет, смотри. 5, 4, 6, 4. А у меня получится 5, 4, 4, 6. Мне надо здесь сначала что-то поменять. А что я здесь поменяю? Здесь уже ничего не поменяю. Я просто хотел вот так вот сделать и типа выполнил. А вот у нас тут неправильно. 4, 6, 4. Мне надо как-то... В конце четверка, чтобы было. Заново надо. Мне надо, значит, чего? Середине. Я не понимаю, как это выполнить, эту задачку. Ну, допустим, вот семерка. Я не понимаю, как это было. Теперь 8, 2, 3, 5, теперь сюда. Не надо. Не надо, чтобы в конце была четверка. По одной не есть. Они все по два. То есть мне надо... Вот это, вот это забрать. Увести. А эту сюда привезти. Вот. Четверку здесь оставить. 4, 6, 4. Бля, теперь 3, 5 неправильно. Так, назад. 3, потом 5. 3, потом 5. Нет, 3. Четверку надо эту убрать, она лишняя. Нет, подожди. Вот. Теперь надо все с умом сделать. Подожди. 7, 8, 8, 8, 2, 3, 5. Сюда. 3, 5. Вот. Четверку не трогаем. Все, я выполнил. Это сложно ебать ее в рот. Как это сложно. Это очень интересная задачка. Это надо... Ух, мои мозги, мозги, мозголечки мои. Че это, ключ? Этот ключ наверняка отпирает что-то важное. Он, наверное, отпирает вторую дверь. Замолок. Молоток заляпанной крови. Молоток заляпанной крови. Это тем молотком, которым... Они ломали руки, епископ. Холмс. В этой хибаре кто-то есть? Я заметил. Идемте. Держите револьвер наготове. На всякий случай. Так, подожди. А там все? Эти подсвечники, несомненно, краденые. У епископа. Смотри, молотком они ему ломали. Так, мы нашли ключ. Так, подожди. В хибаре кто-то есть. За нами кто-то следит. Ватсон, револьвер. Если что, стреляйте на поражение. Сука. Откройте. Не пугайтесь, мы не с полицией. А вряд ли такое заявление их обнадежит. Че там? Холмс, это же дети. Боже мой, один из них ранен. Че вам? Не подходите. Вы из полиции, что ли? Не бойся, я врач. Я хочу осмотреть рану твоего друга. Стойте, Ватсон. У меня есть пара вопросов к этим детям. Нет времени, Холмс. Здесь столько грязи. Риск заражения очень велик. Рана может воспалиться в любую минуту. Сейчас главную опасность для этих детей представляет скорее мистер Флетчер. Кто? Взгляните на рану, Ватсон. Разрез узкий и ровный. Сделан острым, чистым лезвием. Любое другое, не столь прилежно заточенное, разорвало бы ткани и разрез вышел бы неровным. И что это значит? Кто здесь может так внимательно следить за остротой своих ножей? Конечно, мясник. А единственный мясник тут – Сэмуэл Флетчер. Он как раз вставляет выбитое окно. Этот человек не забывает обид. Это вам кто угодно в округе скажет. Детям что-то угрожает? Тот, кто так умело обращается с ножом и обладает соответствующей репутацией, мог бы просто убить, полоснув по еремной вени. А не сделал он этого, вероятно, потому что воришки полезли за куском мяса ночью. Их спасло плохое освещение. Уверяю вас, мистер Флетчер наверняка их весь день ищет. Если найдет, раны будут самые меньшие из их неприятностей. Это… это правда. Чего вы хотите? Не дайте мне снегу нас найти. Ну, услуг за услугу. Я мог бы компенсировать мистеру Флетчеру нанесенный вами ущерб, и он сразу перестанет вас искать. Но за это вы должны сначала помочь мне, а не то… А не то? А не то он найдет менее приятный для вас способ возместить свой ущерб. Нет-нет, мистер. Я тут всех знаю. Я помогу вам. Защитите нас от мясника. Я ищу человека по имени Курц. Скажите, где его найти, и я улажу ваши дела с мистером Флетчером. Да Курц здесь всякая собака знает. Хуже него здесь никого не сыскать. Мы его зовем полковником, ведь он дрался с зулусами в Африке. Из армии-то его вышибли. Он свихнутый. Живет в восьмом доме по Бетти-стрит. Спасибо. Ватсон, займитесь раной, а потом мы уладим дело с мистером Флетчером. Курц вы найдете по адресу Бетти-стрит, дом номер восемь. Чтобы добраться туда на выходе с кладбища, перейдите налево, затем направо. Дом номер восемь будет справа в конце тупика. Ну, собственно говоря, в дом. Мы должны защитить мальчишек от мясника Холмс. Нет никакой необходимости. Я знаю Флетчера. Он совсем не такой монстр, каким я его описал. Если бы он хотел их убить, то так бы и сделал, даже при скудном освещении. Ранив воришку, он хотел предупредить, не стоит ссалаться в его лавку. Забудьте о Флетче Ревации. Вы... вы соврали, чтобы напугать этих бедных детишек? Именно. Удачная мысль, правда? Ну, Холмс, конечно, молодец. Итак, мы с вами нашли ключ. Мы с вами выяснили, где живет Курс. И мы к нему отправимся в дом следующей серии. А на сегодня, я так получаю, наши приключения на кладбище заканчиваются. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за комментарии. Всем удачи. Всем пока.